Погода в помощь и в тон рабочему настроению. Республиканский субботник на минувшей неделе сплотил всех, кому небезразлично Сморгонщина. Одна из лучших традиций, которую сохранили со времен Советского Союза, объединила сотни горожан. Каким будет родной город, зависит от каждого. Жители Сморгонщины, как и всей республики, следуют принципу «чисто и аккуратно должно быть в каждом уголке». Традиция субботников зародилась ровно 105 лет назад, в апреле 1919 года, и не утратила своей актуальности и сегодня. Ее созидательная и консолидирующая функции делают нашу жизнь комфортнее, а белорусов сплоченнее. В этом году в республиканском мероприятии приняло участие почти 2,5 миллиона белорусов, среди них и сморгонцы. Руководство района, так ратующее за чистоту и порядок, сменив деловые костюмы на рабочую форму, приняло решение показать пример другим и поучаствовать в субботнике. Трудовой десант под началом администрации района трудился вблизи исторической жемчужины Сморгонского района – Кревского замка. Их силами берега реки Кривлянки были очищены от сухостоя и бытового мусора. Кревский замок – это не только часть древнейшей истории с многочисленными тайнами и легендами, но и ценный памятник архитектуры. Традиция Талаки, которая у нас сильна, сохраняется и передается. Я думаю, что каждому приятно просто навести порядок там, где живешь. Основные объекты у нас традиционные – это объекты историко-культурного назначения. У Кревского замка, где идут уже несколько лет восстановительные и реставрационные работы. Еще один объект – это у нас мемориал Первой мировой войны, который уже, в принципе, как объект строительный сдан, поэтому мы там наводим последние работы. Еще есть один объект в Жодичках – Лизуитский коллегиум. Задача – навести порядок на тех территориях, которые находятся где-то вблизи наших населенных пунктов. С малого рождаются великие дела. Каждый год сморгонцы принимают участие в мероприятиях по благоустройству. В работу по наведению порядка на своей земле включились все службы, ведомства и предприятия района. Дело нашлось каждому. Все работали с огоньком, на совесть и от души. Прекрасно осознавая то, что они делают благие дела для города и жителей. Это ежегодно участвуют. Это очень важное мероприятие не только, как говорится, для облагораживания, но и для себя, как для душевного спокойствия, потому что ты что-то сделал своими руками, ты помог не только себе, но и обществу. При этом мы следим за пожарной безопасностью. Так как год качества, поэтому необходимо все делать качественно, короче, и бережно. Начнем очень хорошо, закончим на ура. Кривский замок является одной из древнейших жемчужин не только нашего района, но и вообще в частности республики. По некоторым сведениям, это центр Найшанской земли. И, конечно, мы считаем своим долгом принять участие в облагораживании этой территории, таким образом, нося свой вклад в сохранение и рекламирование таких вот исторических памятников. В год качества мы хотели бы показать молодежи, как надо относиться к культурным памятникам, к природе в общем. Конечно же, вносить свою лепту бескорыстно, помогать нашей республике, нашему району. Это возможность подышать свежим воздухом, насладиться архитектурными памятниками, посмотреть красоты нашего района, нашей природы, прикоснуться к весне, провести день вне стен библиотеки, пообщаться с природой, с товарищами в неформальной обстановке на природе. Что касается памятников, мемориальных комплексов и воинских захоронений, к ним всегда особое отношение. Содержать их в порядке – это самое малое, что мы можем сделать в память о тех людях, которые погибли в годы войны. Красивым и необыкновенным наш город делают не только цветочные клумбы, благоустроенные дороги и дворы. Таким его делают живущие в нем люди, которым дорого все, что их окружает. Это их руками и трудом создается высокий имидж Сморгонщины. Задавая тон в благоустройстве района, они подают пример истинного патриотизма и любви к месту, где родились и выросли, где растут и будут жить их дети и внуки. Я тут уже живу 40 лет и занималась. В прошлый раз заболела, не вышла. А я сильно люблю цветы. У меня в подъезде все цветы и цветут, и в квартире. В чудах у меня цветы. Я живу на четвертом этаже, но я через окошко полежу, если хорошо, и мне очень приятно. Конечно, это обязательно должна молодежь после нас делать. Мне уже 82, и я все равно делаю. Это все засадила, принесла там семена, и что буду сеять, которые летние. Не отставали в работе и работники управления экономики, а также финансового и идеологического отделов райисполкома. Сморгонцы навели порядок в сквере на улице Матросова. Фронт работ был определен немалый. Убрать территорию от мусора, который как подснежники выглянул из-под снега с первыми лучами теплого весеннего солнца. Можно с уверенностью сказать, что праздник труда удался на славу.